Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено распаковке и краткому, наверное, скорее всего, обзору моего заказа в магазине Савандри. Вообще посылку я получила, наверное, часа в 3 дня, а сейчас 21.40. Пришла домой и вот еще до сих пор, представляете, не вскрыла. Ибо, во-первых, сначала перевод меня дернул, причем, знаете, вот такое, не знаю, как описать, такое чувство, когда вот, допустим, осталось 2-3 главы, на самом деле тут 5 глав осталось, ну, 4 главы осталось. И вот когда же оно наконец-то закончится, вот уже заканчивается, или, допустим, выдам на 2-3 перевода какой-то главы, и уже осталось там 5-6-10 страниц, хочется, чтобы быстрее это что-то делать, какой-то вот это, да-да-да-да, мандраж такой. Там как бы пошла такая движуха, Любовь Южика, 21 глава, и я ее уже практически прочитала по диагонали полностью, но вот как бы это литературу надеть на бумагу перенести, точнее на файл, да, и в атаку можно заодно ломить. Ну и потом еще с товарищем потрепалась. И вот, наконец-то, руки мои дошли, тут просто адрес, я не буду светить его, больше никаких опознавательных знаков нету, но сейчас я сделаю вот так вот, вот здесь вот написано сверху углич, они, видимо, подписывают коробочки, чё-куда. Чё ж хочу сказать, у меня как-то было присылалось на обзор, в этот раз я как бы сама купила год назад, у меня даже плейлист есть саванри, и вот, скажем так, даже не буду ни с чем сравнивать, потому что мне в прошлый раз Аленка, когда я делала обзор, говорила про мои ошибки, как надо и как не надо. В общем, 16 числа я заказала, делала заказ, мне перезвонили буквально там, ну, допустим, уже часа через два на телефон. Девушка перезвонила с этого магазина, сказали, что вот у них там, допустим, есть курьерская доставка, но есть еще почтовая доставка. Почтовая доставка в тех случаях, если, допустим, курьер до вашего бытия никак не может доехать, быстрее доехать, допустим, почтой России. На самом деле, очень быстро доставили. В общем, мне сказали, что на следующий день они отправят и скинут мне на e-mail мой, как бы, трек почтовый, чтобы я смогла отследить посылку. И действительно, они отправили, в общем, они вечером, судя по почте, в 19 чем-то, 17 числа они отправили эту посылку. В общем, 17, 17, 19, 20, 4 дня, грубо говоря, 3,5 дня, потому что я уже сегодня, уже в 9 утра напыла на месте выдачи, но я пришла, конечно, около 3, я где-то без 10, по-моему, 3 забрала, и, ну, пока то-се, практически, можно сказать, 3 часа я ее уже имела у себя. Ну, вот, сейчас я только ее еще пытаюсь распаковать, даже не пытаюсь еще, только собираюсь пытаться распаковать. Это я к тому, что, допустим, очень быстрая доставка, очень там вот в этом плане хорошо, во-первых, хорошо упакованная, подозреваю, потому что я думала, что приют большая коробка, допустим, все-таки я сравню с гринмамой, я, потому что раньше очень фанатела от гринмамы, считала ее супернатуральной косметикой, пока не попробовала саван день и ночь. И там, допустим, могли эту посылку очень долго паковать, очень долго посылать, то все, я нашла как-то, ну, могла, конечно, зайти до недели, но все-таки шла как-то медленно. И там, допустим, была коробочка, пол коробочки было наполнено тем, что я выказала, а остальное всякая макулатура, бумага и черти-чо. То бишь, вместо того, чтобы сэкономить бумагу, делали как-то по-дурацки. Сейчас я вот это вскрывать буду. Так вот. Тут я даже ножичек вот раздала. Ну и да, если вы делаете, конечно, всю информацию с ссылкой на сайт, где можно все заказать, я сделаю в инфобоксе, ну и заодно в буковке И в кружочке оставлю ссылку на плейлист, на видео о саванде. Короче говоря, доставка, если вы делаете заказ меньше, чем на 3 тысячи, вам обойдется в 350 рублей в любую сторону по России. Но если делаете на 3 тысячи заказ, то доставка будет бесплатна. В принципе, я считаю, что это очень даже хорошо. Плюс еще, вот я говорила, что у нас в Кадо, где рядом у меня еще у сестры раньше был магазин одежды FIFA, в общем, в Кадо продаются предметы, продукты савандри. Но, во-первых, там не такой ассортимент, как на сайте. И хоть мне хозяйка Кадо говорила, что у них цены даже дешевле, чем в магазине савандри в этом Кадо, или там один в один, все это полная лажа. Сейчас скажу, почему. Потому что, допустим, я там покупала соль для ванн с розой, с маслом розы, которая есть на сайте. Я не помню название, но если кому интересно, напишите в комментариях, я вам скину ссылку. Но, в общем, соль для ванн я покупала, 200 грамм у меня было 80 рублей. На сайте 200 грамм стоят 60 рублей. В общем, и все примерно такие цены. Вот Аленка покупала там скраб для тела, он был 385, а на сайте он стоит точно такой же скраб для тела 310. Грубо говоря, на 30% дороже в Кадо. Это вот если вы вдруг будете в Угличе, да? Но в том плане, что, может, конечно, не приходится платить за доставку, но если нужно вот сразу так конкретно закупиться и на 3 тысячи наберется, потому что некоторые продукты там прилично стоят, но зато и продукты сами по себе качественные. В смысле, по ценам там нормально, я считаю, на сайте, в этом савандре вообще, сам этот савандре. И если заказывать сразу вот так конкретно и про запас, ну что-то капитально там за тело, за рук, за ног, за лица и так далее, то на 3 тысячи как раз нормально будет и вам доставка будет бесплатна. Можно точно так же прийти в Угличе в Кадо и что-то купить. И вот минус Кадо там оно может привестись в начале года. И вот так вот, так как срок годности у всей продукции, насколько мне известно, савандре год, то вот Даленка, допустим, купила скраб для тела, который вроде как стоял такой свеженький, новенький, но у него до конца срока оставалось 4 месяца. Я к тому, что все-таки, мне кажется, выгоднее покупать тело на сайте питерском. Ну или там еще где-нибудь ей продают эту косметику. У меня, конечно, вышла закрас сам на 1200, не считая доставки, но я думаю, что это вполне нормально. Я ее тут... Нет, я еще не совсем ее открываю. Надо еще порезать. Да, я тут такая вся слегка гламурная. У меня просто есть запрос из Инстаграм, оставленный мне зрителям еще до того, как я заболела, насчет моих украшений. Я подозреваю, что я попробую сегодня это видео все-таки записать. Как раз вот после вот этого вскрытия посылки. В общем, вот оно так все выглядит, смотрите. Мне кажется, очень хорошо, так компактно. Утрамбовано, упаковано, скажем так. Тут даже какая-то... Вот, что это у нас первое? Я думала, что это визиточка. Мне было просто интересно, как вот, допустим, выглядит... Вот, в чем они будут посылать? Эту соль для ванн, там, или молочко для ванн, или еще что-то. Это у нас вот... Потому что в Кадо оно все наразвес. Но там наразвес, тут из всего этого есть только соль для ванн. Она стоит там, как-то есть не просит, какой у нее срок вообще неизвестно. Это, в общем, вот в таком вот пакетике. Сделано 15 января всего года. То бишь вообще практически свежая. Саванри. Слушайте, мне так понравилось. Мне уже вот нравится, что тут вот такая вот визиточка, как бы, бумажка. Это у нас сухое молоко для ванн с экстрактом ромашки. И фваран. Саванри. Я вот сегодня как раз собираюсь принять ванну. Я пока еще не определилась, чем, потому что у меня тут 3 средства для ванны. Соль для ванн, потом молоко для ванн. И еще, кажется, какао. Я уже не очень помню, что я уже заказала. Хотя не так заказала. В общем, способ применения. Добавьте молочко в ванну в тот момент, когда в нее набирается вода. Принимать ванну в течение 20-25 минут. Затем принять душ. Слушай, для применения одной ванны необходила 100-200 грамм молочка. Но тут как раз 200 грамм. То бишь, можно, в принципе, разделить на 2 раза. И вот на пакетике, кстати, написано саванной такими золотистыми буковками. Блаженство тела и души. Да, у меня все еще елка, кстати, если тут вдруг. И кот тут у меня шарахается. И пытается что-то с кому не ездить этот кот. И такая вот золотенькая ленточка. Очень, кстати, милая упаковка. Простенькая и со вкусом, скажем так. Но мне кажется, даже не очень простенькая, а очень даже мило. Ну и состав у нас тут в курсе сухое молоко и экстракт ромашки. Все понятно, срок 12 месяцев. В общем, вот такая вещь. Конечно, на каждый продукт я оставлю ссылку в инфобоксе тоже, чтобы вы, если интересно, можете там пойти посмотреть. И, может быть, даже себе заказать что-то. Ну и, соответственно, цену напишу. И, кажется, вот это вот было, я что-то не помню, но около, по-моему, 60 рублей за вот этот вот пакетик. Мне кажется, это вообще копейки в таком плане, учитывая состав. Я, конечно, могла бы сама сделать, но у меня нет сухого козьего молока. Когда появляется мокрое, то я его все выпиваю. Второй вот такой вот пакетик замечательный, тоже вот так же. И, кстати, вот что хочу сказать, вот я доставала, да, тут в каждом отдельном пакетике, вот тут у нас, скорее всего, это какао. Тоже сделано 15 января. Я еще, когда смотрела состав, я думаю, так вот купить, себе развести и выпить вместо того, чтобы там в ванной лежать, да. Ну и совсем уж такое извращение. Тише, давай ты тут прыгать не будешь и ничего тут драть не будешь. Так, это у нас, слушайте, так шикарно пахнет вот какао таким хорошим, конкретным. Не тот ароматизатор, вот у меня когда-то давно был гель для душа от Арифлейм, шоколад. Еще всякие разные там, Дольче Мил, когда-то давно покупала шоколад, еще до того, как я узнала, что Аленка ведет, допустим, свой блог, но она, думаю, что она уже тогда года два или три вела этот свой блог. А тут именно вот такой какао, я даже не знаю, с чем сравнить. Вот когда вы варите какао, там, смешиваете какао, там, вот сам порошок, это тут вообще шикарный запах. Шоколад для ванн с экстрактом ванили и сливками. Сладкая штучка. И оно у нас тоже сроком годности 12 месяцев, но, в принципе, я так поняла, что тут все сроком годности 12 месяцев. И состав какао-порошок, козье сухое молоко, экстракт ванили и сливки. Ну и применить, не добавить в ванну в тот момент, когда ее набирается вода. Принятие ванны необходимо 100-200 грамм. Я думаю, что это можно разделить на два раза. То есть я еще читала отзывы под этим, ну, не только под этим, там, по-моему, три шоколада на выбор, под каким-то из шоколадов, что кто-то менял его как вот ванночки для ног, и что ножки вообще шикарно-шикарно себя чувствуют, пяточки. Я вот думаю, что половинку я сделала, наверное, для ванны, и попробую, может быть, действительно, как ванночки для ног. Ну, конечно, потом каждый отдельно обозрю. Да, я вам тут рекламлю. Тут тоже написано савандри. По-моему, точно так же для души и тела, или как-то так. Ну, просто тут на шоколадном фоне не видно мне конкретно так. Золотистая, ну, очень классно. И вот действительно, ну, стоит, по-моему, честно, не помню. Ну, когда буду делать ссылки в инфобоксе под видео, уже когда буду загружать видео на канал, то, конечно, я узнаю точно. И, соответственно, напишу в инфобоксе, и вы узнаете. Ну, кажется, 60 рублей вот. За такой мешочек это очень нормально. Вот еще я заказывала шарик. 16 января сделанный. Упакован он, кстати, вот похож, вот я такой, не помню фирму, но где-то у меня есть видео, наверное, год назад сделано, ну, чуть меньше, чем год назад, где-то на мое дневнождение делала. Я тут еще ночью в плейдерсах разбиралась. Проснулась, бессонница, думаю, надо что-то сделать. Я так это постепенно добавляю новые плейлисты и разгружаю плейлисты Айва Форевер обзоры. В общем, у меня там был видео, кажется, называлось, атака зон покупки и подарки на дневнождение. Вот там был шарики, я помню, покупала две штуки. И вот они примерно так же были упакованы. Еще похоже по упаковке, ну, просто вот по этой ленточке, на кафе красоты. В общем, это у нас живет 12 месяцев. Шарик для ванны с маслами и экстрактом черники. Синельга, практически хельга. Морская соль, сода пищевая, лимонная кислота, кокосовое масло, пальмовое масло, оливковое масло и экстракт черники. Средства принятия ванн. С самыми мелкими такими буквами внизу. В общем, ну, опустите шарик в воду, держитесь, когда он там с шипением растворится. Естественно. Я бы вообще все это вместе на себя сейчас вылила, в эту ванну. Ну, я его оставлю. Честно, я люблю чернику. Вот тут я еще выбирала эти шарики для соли, смотрела, шарики с соли, солевые шарики, шарики для ванн, да? Шарики для соли, сказала. Смотрела, я еще думаю, блин, в отзывах или в названиях где-то видела чернику. А потом вот вспомнила действительно вот этот вот и заказала именно его. Тут, мне кажется, даже буковка Е такая нарисована. Ну, как-то выделена. Я помню, помню про видео, что я обещала тогда, там у меня запрос 100 лет назад был, наверное, уже человек отчаялся ждать и, может быть, даже отписался от меня мастер-класс про соли. Я даже тут нашла какао, которое специально покупала. Ну, в смысле, его можно пить, конечно, нормально делать какао, но специально покупала, чтобы чисто вот добавить в свою шипучую соль. Так. У меня тут четвертый. Да, все-таки, да, четыре средства для ванны у меня. Я решила у них попробовать чисто их вот этот узнать, как вот именно выглядит у них, как она будет упакована. Слушайте, так шикарно пахнет. Тут прямо вот себе пакетик открыла. Еще даже, ну, он, в принципе, открыт и сам по себе этот пакетик. Но вот поширил все, и уже вот чувствую. Я решила у них доказать вот эту соль, которая 60 рублей за 200 грамм. То бишь, допустим, 40 рублей в коду 100 грамм, а тут получается 30 рублей за 100 грамм. Шикарно просто пахнет вообще. Подарок солнца. Морская соль для ванн с эфирным маслом грейпфрута. Очень вообще классно. Так. Это у нас, ну, в составе морская соль и масло грейпфрута. Вообще все нормально. Я, конечно, понимаю, что можно самой купить обычную соль и зафигачить туда речистую соль. Вот бывает такая морская соль, там соль мертвого моря килограммами без никто в составе одна соль. И капнуть туда масло, но что-то вот хочется иногда что-то такого, которое делал кто-то другой, а не ты. В общем, тоже вот такая замечательная упаковка. Очень классная вещь. Я вообще люблю соль для ванн. Так, еще. Вообще я хотела мыло. Я когда-то очень давно в этом самом магазине подарила, ну, покупала там, подарила моя знакомая мыло. Но я тогда как бы узнала, что это саваня уже потом. Ну, узнала, что саваня, ну, как-то это. В одно ухо влетело, в другом не застряло. Не придала значения. Это сделано тоже 15 января. Вот такое вот зелененькое. Тоже вот в таком пакетике красивом. С ленточкой. И это у нас мыло глицериновое с эфирным маслом чайного дерева. Бальзам знахаря. Я вообще читала всякие разные, там, что и как. И, если честно, скажу, то я некоторые продукты выбирала чисто потому, что на них нет отзывов. Не вот, знаете, тыркнуться просто самой, попробовать и сказать, что вот я это пробовала. Вот первое мнение мое, оно самое главное и важное. Способ применения на мытье влажное тело кусочком мыла, после чего при желании используйте мочалку. А я, кстати, вот именно мыло хотела вместо геля для душа попробовать, ну, как и мыться. И вообще, мне рекламило их мыло для мытья тушки Галина из Кадо, хозяйка Кадо, что она и умывается, и мы моется, и тому подобное. И я вот решила, что у меня, конечно, есть шампунь, две с половиной штука. Один сама покупала, два других дарили люди разные. Подписчики моего канала, да, зрители. У меня есть, конечно, гели для душа дофига, но вот мне хотелось именно мыло, чтобы вот, ну, использовать его вместо как геля для душа, и именно как мыло, там, руки помыть, там, еще что-то. Ну, и что у нас тут? Тут, слушайте, тут столько всего. Я даже перечислять не буду, просто, когда оставлю ссылку на это мыло, вы сами почитайте состав. Но она приятно так пахнет. И тоже тут вот на это написано Савандри. Ну, в общем, я так понимаю, на каждом пакетике написано Савандри. Тут у меня. Вот это я очень-очень давно хотела, не именно у Савандри, я вообще очень давно хотела, твердый шампунь. Я когда начинала только делать мыло из основы и делала себе всякие такие, типа, твердые шампуни, смотрела, что и как, но и мне казалось тогда, что твердый шампунь это то же самое кусковое мыло. И вот именно в Савандри я решила попробовать, посмотреть, ну, есть ли разница от обычного кускового мыла, если что, вот, ну, как бы самой потом определиться, если себе буду снова делать. Периодически же я все равно себе что-то буду делать. В общем, это твердый шампунь, 212 удовольствий, основной уход, активные компоненты, масло, шип, кокоса, авокадо, оливы, миндаля и жужеба, экстракты миндаля и календулы. Вот такая вот коробочка. Савандри. 70 грамм. Шампунь твердый для волос. Савандри. Нанести на влажные волосы и взбить пену. Помассировать кончиками пальцев, затем тщательно смыть. Вот, кстати, кто-то у меня там просил когда-то, как я мою голову, да, это отдельный видос делать. Советы, как мыть. Тут как раз есть. При желании повторить, после использования хранить в мыльнице не содержащей воду. Вот. Так и делать. Так, и что у нас тут? Твердый шампунь. Савандри. Это сочетание старинных традиций и передовых технологий в области ухода за волосами. Ну, я думаю, вы там сами почитаете, что это такое. Я ссылку поставлю. Вот сейчас я его попытаюсь вскрыть. чтобы увидеть, как он выглядит. Кстати, вот. Это оно так тут запаяно в такую слюду. И сделано оно 9 января. Тут у нас мэйд продукт. чего-то там. А. Да, натурал. Хэнд, наверное. В общем, сделано руками натуральный продукт. И такая, как бы, рисунка непонятная. это интересно так. Я вообще, честно, я представляла он по-другому. Вот, вы видите, этот шампунь твердый. Я не знаю, как он выглядит. так. И еще у меня тут, да, у меня тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, шушки, восемь, шулейки. Сколько я вам все заказала? Всего? В общем, четыре, пять, шесть, да, восемь продуктов у меня. Вот я заказала себе еще тоже и флоран. Активные компоненты это у нас масло косметическое, комплекс из 11 растительных масел и экстракт ромашки. Вообще оно считалось как ромашковое масло, но в составе, конечно, было очень много всяких других масел. Тут 100 мл. Эмульсия растительных масел в савандре. Кстати, вот эмульсия тоже назывался крем для рог у них, с ромашкой, кажется, тогда у меня был. Нанесите необходимое количество масла на кожу массажными движениями. Вотрите в кожу. Может использоваться как массажное масло. Масло после душа, ванны. Так, тут как раз фольгировано, так что по тексту идет. Для сауны в качестве увлажняющего средства после загара. Для волос можно использовать. Но я вообще его заказывала исключительно, чтобы вот у меня сейчас пока есть еще немножко там масла, ну как немножко, где-то половинка, я думаю, еще надолго хватит, но именно как увлажнел для лица, вместо крема и руки вот сейчас пока, пока они вот это у меня как наждачная бумага, но и может быть даже частично для тела. В общем, вот так очень хорошо зафольгировано, при желании ничего не прольется, не выкинется. Я пока его не буду еще, ну как бы, я конечно могу ногтем тут прорезать, я уже начала прорезывать. У меня же ножик есть, а я тут ногтями сапаюсь. Вот Гринмаме по упаковке надо бы поучиться у саванри запаковывать, потому что вот в пакетик положил, завязал и пролилось, или зафольгировал так, что ничего никуда не денется и не прольется. Так, что-то я пока не поняла, как бы, а вот, выдавилось, не туда нажимаю. Реально такое масло, слушайте, я сейчас руки сразу увлажню. Приятно пахнет, мне почему-то кажется вот этими зародышами пшеницы, у нас одно время был магазин Окинава с японско-азиатской едой, и там были иногда салаты такие очень вкусные, как раз пророщенные пшеницы, и я вот часто их брала. Очень приятно, ну, если, ну, знаете, бывает иногда пахнет травой, травянистый такой, что ужут как, даже если человек любит травянистые запахи, то как-то не очень, а здесь очень нежно так вот, ну, мне почему-то действительно кажется, что пшеничкой. Так, и еще один последний у меня, вот пустая коробочка, больше там ничего. Это у нас тонус, индокитайский секрет, молочко косметическое, вот у меня было молочко от Модум, еще от Насте за резкой закончилось, я что-то сама не покупала или просто не видела, или мне как-то то, что видела, не нравилось, а здесь вот именно молочко мне хотелось еще. Так, это у нас активные компоненты, экстракт зеленого чая, масло, сладкого миндаля, абрикосовая, авокадо, виноградных косточек, кунжута, макадамии, персиковая, зародышей, пшеницы, оливковая, примулы и жожоба. У нас для лица и тела нанести необходимое количество молочка на коже, массажными движениями, ватрики в кожу. мне вообще очень нравится молочки, сколько еще, но я бы не хотела сказать, сколько себя помню. Я вообще когда только начала за собой ухаживать, тут конкретно так еще лет 16 или 15 покупала у нас в одном магазине, он до сих пор, по-моему, этот магазин живой, я не помню фирму или что там, но покупала молочко для юной кожи и мне очень нравилось его использовать вместо тоника, вместо этого, крема для лица, просто как увлажнение и когда бывает возможность, я стараюсь как бы или покупать или что-то, в общем, люблю я молочки. Скажу так на заметку, да, если вдруг что. И вот тут, кстати, такой же дозатор, как у крема для рук был у них. Все время я забываю, что его надо покрутить этот сасатор, чтобы он вот реально такое молочко. Чем оно у нас пахнет? Чем-то таким цветочно, нежно-вкусным. И что хочу сказать про масло? Оно впиталось, оно никакой липкости мне не оставило. Я вот что заметила, я думаю, что-то я не говорю ничего. Понимаю, что просто, ну, бывает масло, что жирное очень. Бывает тоже вот там, ну, не быстро впитывается. Тут такое вообще, слушай, так вкусно очень пахнет. Действительно, этот эндокитайский секрет, эндокитайский чай, хотелось сказать. Вот, бывают такие цветочно-нежно-вкусные чаи, очень чем-то таким знакомым пахнет, не могу сейчас вспомнить чем, ну, такое классное. Буду с удовольствием я его пользовать. И, я думаю, что я его, может, даже раньше обозрю, чем закончу. Просто, ну, поделиться мнением. Шикарное, в общем, очень классный заказ у меня, я считаю. Ну, и да, соответственно, вам советую. Если вы любите натуральную косметику, потом это сделано в России, поддержи российского этого самого производителя, да. В общем, вот такой у меня был обзор, кто досмотрел до конца, тому хорошего, такого позитива. И всем спасибо, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok